Привет, меня зовут Анастасия, я рассказываю о маркетплейсах обычно. А сегодня наш выпуск будет, и я даже не знаю точно сказать, о чем он будет, потому что я хочу сделать обзор на эту книгу, но при этом я хочу обсудить некоторые моменты, такие как как раз установки, которые останавливают очень многих людей, и не только девушек от развития, поговорить о том, как эта книга помогла мне сейчас, в текущем моменте разобраться в каких-то цифрах. Но скорее всего это будет такой обзор рекомендаций вот этой книги, продолжайте смотреть. И самая главная моя большая просьба к вам, это в комментариях написать, во-первых, интересен ли был вам этот выпуск, а во-вторых, порекомендовать мне еще какую-то книжку, очень хочется делать такие обзоры, делиться с вами, чтобы вы могли тоже читать, выбирать для себя какие-то полезные материалы. И давайте с вами сразу начнем. Эта книга у нас с вами состоит из трех частей. Я не буду рассказывать какие-то три части заранее, мы с вами постепенно по ним пройдемся. Итак, если мы с вами откроем книгу, мы видим, у нас есть содержание, в которой написано, что часть первая, в которой мы говорим об отношении к деньгам, развенчиваем вредные установки и заряжаемся мотивацией. Так вот, в этой части мне всех больше понравилась как раз часть, которая у меня уже открыта, это касательно вредных установок, то есть установки, которые нам не позволяют развиваться и нам не позволяют, например, работать с финансами. Я сейчас, знаете, на минуту подумала, что это видео выглядит как рекламное, но на самом деле это чистое мое желание поделиться книгой. Так вот, по поводу вредных установок. Вот мне очень понравились в начале, и я хочу с вами обсудить вот эти вредные установки и подтвердить того, что на самом деле это такая глупость касательно того, что у нас есть с вами эти установки. И здесь, конечно же, книга сделана в контексте девушек, того, что есть установки касательно девушек, но я вам хочу сказать, что эти установки касаются всех. Вот поверьте мне, сейчас мы с вами обсудим. И первая установка, которая есть, я далека от финансов. Конечно же, очень многие скажут, что да, это касается девушек, и девушкам говорят, да что ты там деньги считаешь, да ты зарабатывать не можешь. Но на самом деле у нас с вами все-таки сейчас в мире, в жизни такой период, когда все зарабатывают одинаково, и девушки, и молодые люди, да, женщины, мужчины, вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола, все хорошо зарабатывают. Но все-таки установки внутри людей есть. То есть на самом деле есть установка о том, что нет, я и деньги вообще никогда. Да зачем вообще об этом думать? Давайте начнем с этого. Не нужно себя ограничивать как-то, не нужно на себя накладывать какую-то, опять же, ответственность того, что вы далеки от чего-то. Вообще об этом не думаем. Все, есть вы и есть ваше желание. На этом все. То, что вы откуда-то далеки, здесь два варианта. Либо у вас, вам реально лень, да, этим заниматься. Либо второй вариант. Взяли себя в руки и начали заниматься тем, что вам хочется. Вот и все. Нет такого, что вы далеки от чего-то. И исходя из этого, мне, опять же, очень сильно откликнулось второй пункт, то, что женщинам плохо даются цифры. Здесь не будем прибираться к полу, да, но есть люди, на самом деле, которые говорят, вот, мне плохо даются цифры. Или у нас, например, на курсе, где мы обучаем сейчас менеджеров, у нас очень часто был вопрос по поводу того, что, да вы знаете, я никогда не работала с Excel, и мне будет тяжело, и у меня не получится, это все сложно. А у нас в уроках есть специальное обучение по Excel. И поверьте мне, у всех все получалось. Все, кто проходил уроки внимательно, смотрел их, потом применял на практике, у всех все получалось. Несмотря на то, что женщинам плохо даются цифры, несмотря на то, что наши девушки как бы далеки от Excel, нет. Всем все нормально давалось. Опять же, вернемся к тому, либо у вас есть желание, и вы этим занимаетесь, либо вам просто лень, и вы вот себя вот этими установками отграждаете. Ну и остальные установки я вам просто почитаю, чтобы вам, так скажем, проявить интерес к этой книге. Еще установки это «Богатая женщина отпугивает мужчин», «Квартиру пусть купит муж», вот это мне отдельно понравилось, я бы не отказалась, может быть, но сама. «Один раз живем», ведь я этого достойна. «Дорогие сумки» — это инвестиции, не в деньгах счастья, и планировать бесполезно, что там будет через 20 лет. В общем, первая часть достаточно хорошая, она, знаете, вам даст понимание того, что заниматься финансами необходимо, не то чтобы прям нужно, да, это необходимо для нас с вами по ряду причин, потому что иногда мы не знаем, сколько мы расходуем, иногда мы не знаем, сколько мы зарабатываем, иногда мы ничего не знаем, что происходит у нас, грубо говоря, в кошельке, и от этого у нас на самом деле идут и проблемы. Теперь давайте с вами поговорим о второй части, на которой я бы остановилась, и которую я вам рекомендую обязательно прочитать и сделать то, что в ней рекомендуется. А именно то, что часть вторая, в которой мы честно оцениваем текущую ситуацию, оптимизируем расходы и практикуем великую мантру «У меня все есть». По поводу мантры ничего не могу сказать, но очень приятная вещь, очень приятная мысль по поводу того, чтобы взять и посчитать, а сколько же вы стоите. Ну вот просто взять и посчитать, какая ваша личная чистая стоимость. Небольшой спойлер, я себе сейчас заправила, сделала раз в месяц проводить такой расчет. Как это делается? Все очень просто. Вы берете стоимость всего вашего имущества, именно вашего имущества. Не то имущество, которое у вас возможно будет, когда наследство какое-то, либо вам, когда кто-то деньги вернет. Нет, на текущий момент. Условно, если у вас есть квартира, вы считаете стоимость вашей квартиры. Есть деньги на счетах, их прибавляете. То есть полностью рассчитываете, какая у вас сейчас чистая стоимость, и вычитаете оттуда ваши постоянные расходы. То есть все ваши долги, долги по кредитам, по ипотеке, причем по ипотеке полную сумму, по кредиту полную сумму, не за месяц, а именно полную сумму. И также добавляете туда, не знаю, долг маме, долг папе, долг сестре. Это тоже ваши долги. И обязательные платежи, например, долг за кварталату. Вот, например, я сейчас снимаю квартиру. Вот это я тоже посчитала. Конечно же, с учетом всех моих вложений я в плюсе, но я понимаю, что у меня достаточное количество расходов, так скажем, которые могут, да, и могли бы меня ввести в минус, но как бы моя чистая стоимость, назовем это так, она плюсовая. Это очень радует. Но есть люди, которых нет, поэтому вот здесь есть подробная табличка, как это можно посчитать. И еще, что мне очень понравилось, это опять же история про расходы. Вот я несколько раз пыталась начинать ввести свои расходы и доходы, потому что я честно хочу сказать, я не знала, сколько я зарабатываю. Ну, до рубля, да. Приблизительно я понимала, сколько приходит из какого проекта, но прям чистую стоимость я не знала. Я заморочилась. Я посчитала свои приходы за июнь, посчитала свои расходы за июнь. Удивилась. Очень сильно удивилась, потому что я поняла, что за июнь я расходовала больше, чем заработала. Ну, благо, как бы, есть определенные моменты, которые мне позволяют это делать, но все же. И в июле я сейчас уже там посчитала все свои расходы и буду считать постоянно. То есть, чтобы вы понимали, я реально каждый день засчитываю свои личные расходы. Сюда не входят расходы по проектам, потому что это отдельные, да, мои таблички, которые я веду, кстати, по проектам, я их веду. А личные нет. Теперь на постоянной основе я это делаю, и я вам тоже рекомендую это сделать. Реально помогает меньше тратить. Потому что, когда вам каждую надо, каждый ваш расход нужно записать, вы понимаете, что это увеличивает ваш минус. Или увеличивает сумму фотографии расхода. И вы такие, наверное, мне это не очень и сильно надо. Это не значит, что вы не захотите больше ничего покупать. Нет, вы все равно будете продолжать. Но это реально заставляет задуматься. А мне на самом деле это прям очень сильно нужно прямо сейчас. Или это просто моя какая-то минутная слабость. Вот в этом плане вторая часть мне очень понравилась. Ну и, конечно же, про планирование бюджета. Что нужно определять для каких целей, как вы будете планировать, какой у вас бюджет. И что нужно обязательно откладывать. А, и еще очень понравился в этой части диалог, монолог. Ну, диалог со мной, назовем так, с читателем. О том, как и зачем и почему нужно брать кредиты. Очень хорошая история. Я у себя, кстати, в одном из каналов моих соцсетей, если что, ссылки все есть в описании, обсуждала этот вопрос, что кредиты там, ипотека, это хорошая история, когда это на самом деле вложение денег. Если в любых других случаях это не вложение денег, а просто, ну, не знаю, там взять кредит на айфон, вот чего я вообще никак не понимаю, то это не вложение. Он вам не поможет заработать. Если вы берете айфон для того, чтобы, ну, не знаю, например, снимать на него крутые кадры и работать фотографом, так скажем, да, это можно считать хорошим вложением. В других случаях нет. Это на самом деле будет вообще не очень хорошая история. Поэтому, когда берете вот такие кредиты в долг, ипотеку, думаете, принесет ли вам это какой-то результат. Или, опять же, вот когда у нас на курсе, ну, достаточно яркий пример, мы всегда объясняем, что вы берете рассрочку, например, да, у нас на курсе, но смысл в том, что вы в процессе обучения можете и должны найти своего первого работодателя и начать зарабатывать. И как раз с зарплаты, вот, которые вы будете получать, вы будете покрывать эту рассрочку. Вот это круто. В таких случаях обязательно нужно. А когда это на телевизор, когда это, не знаю, там на пылесос или еще на что-то, но я уверена, это не такая нужда, которая вам очень и очень срочно нужна. И третья часть, в которой как раз мы говорим об инвестициях, ценные бумаги, говорим о мифах, как надо, как не надо. Нужно инвестировать, не нужно. В любом случае, вот последняя глава, она на самом деле удобна тем, кто прям начинающий. У меня, мои инвестиции первые начались в апреле 2020 года. Как раз, когда вот начался ковид, когда все акции упали, мне было страшновато, и я поняла, что нужно покупать. Потому что они все сейчас упали, и они вырастут. Да, они выросли до определенного момента. Сейчас сразу хочу сказать, я в минусе, но я такой человек, который вложил эти деньги в инвестиции. И я знаю, что на перспективе 5-10 лет это все вырастет, и даст мне очень-очень хороший доход. Поэтому я спокойно, ну как бы спокойно смотрю на эти минусы, и понимаю, что нужно относиться к здраво, к своим деньгам, к своим инвестициям, к таким вот финансам, потому что это рисковый инструмент, но в перспективе он дает плюс. И как раз вот в этой книге объясняется по поводу инвестиций очень простыми словами. Очень. Есть очень много книг, которые говорят об инвестициях. Я их тоже читала, и они очень классные. Но здесь вот прямо для тех, у кого трудно с этим, здесь на простых словах это все объясняется. И реально очень советую почитать для старта. Для старта финансов. Назовем это так. И классный совет по поводу инвестиций, того, что если вы входите в эту историю, не надо быть тем человеком, который реагирует на любые изменения. Потому что все акции очень сильно волатильны. И исходя из этого, происходит ситуация, они то повышаются, то понижаются, вы то в плюсе, то в минусе. И люди, которые из-за этого очень сильно нервничают, они, конечно, будут, так сказать, проблемами. Потому что будут переживать. И изначально вот этот момент нужно продумать. Итак, мы с вами сейчас немножечко обсудили эту книгу. В общем, она выглядит вот так. Купить ее можно на Озон и на Вайлдберрис. Я покупала ее на Вайлдберрис. Поэтому, пожалуйста, запоминайте, пользуйтесь, напишите, как вам такой формат. И стоит ли делать еще вот такие, так скажем, обзоры на книги, но связанные с моей жизнью, с моим опытом, которые я могу вам, опять же, рассказать и поделиться. Все. Спасибо вам большое, что смотрели. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. В описании есть все ссылки на мои каналы. И, что самое главное, не забывайте о своих финансах.